Здравствуйте, с вами я, Захар Испалимов, и это программа «Ноль-2», программа, из которой вы узнаете обо всех главных чрезвычайных происшествиях и криминальных новостях Тулы и Тульской области. Нарушили правила дорожного движения, не спасут даже блатные номера. Это доказали сотрудники госавтоинспекции. В Щекинском районе они провели рейд, в котором выявляли автолюбителей, нарушающих законы. Особое внимание полицейские уделяли машинам с так называемыми блатными номерами. В результате было выявлено 10 автомобилей с нарушением правил тонировки и составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Экипажем дорожно-патронной службы на улице Пионерской был остановлен автомобиль. с госномерными знаками 001. В ходе проверки документов на право пользования и использования транспортным средством и управления транспортным средством было выявлено, что данный гражданин управляет транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. На него был составлен административный протокол. Будет вынесено лишение права управления на сроком от полтора года до двух лет. В Тульской области перед судом предстанет профессор Тульского государственного университета. Следственный отдел по привокзальному району завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего профессора кафедры проектирования механизмов и деталей машин Тулгу. Его обвиняют в получении взятки. По данным следствия, он неоднократно получал деньги от студентов за зачеты и помогал с защитой курсовых проектов. При этом реальных знаний студентов профессор не проверял. Всего за время своей незаконной деятельности преподаватель заработал 46 тысяч рублей. Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд. Осколок бутылки в народе, называемый розочкой, стал орудием разбойного нападения. Подробности в нашем следующем материале. Суворовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в нападении на несовершеннолетнюю девочку. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 2 августа обвиняемый, вооружившись фрагментом бутылки, напал на потерпевшую и под угрозой применения так называемой розочки отобрал потерпевшую сумку. По данному факту следственным отделом проведено расследование. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. И напоследок сводка происшествий за минувшие сутки. На территории бывшего пионерлагеря в поселке Горелки неизвестный открыто похитил у женщины сумку, в которой находился мобильный телефон, деньги и документы. Ущерб пока не установлен. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний парень. Содеянным он признался. А вот уже в центре Тулы кражу совершили прямо с прилавка магазина. Две женщины похитили в торговой точке на улице Советской куртку и брюки. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей. Правда, поносить обновку им не удалось. Преступницы, жительницы Серпухова и Тулы, были задержаны полицейскими. Похищенная изъята. В поселке Турдей Воловского района ночью из сарая одной из местных жительниц украли 10 кур. Ущерб устанавливается. Сотрудниками полиции установленный дал признательные показания ранее судимый 49-летний местный житель. Птиц вернули хозяйке. На сегодня у нас все. Это была программа 02. Смотрите нас завтра в 19.25 на телеканале ТВ-Центр Тула. Будьте бдительны и соблюдайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...